место может быть не совсем соответствует ситуации и тем не менее погост который превратили площадь декабристов какой-то мере навевает я сейчас просто возвращаюсь и не доходя до дома решил все-таки сказать я сегодня в силу обстоятельства опоздал на панихиду опоздал на ужин или как это называется поминки но все равно там застал все равно съел блинчик выпил кисель и пару слов про анатолия ивановича алексеева последний из магикан я правда уже наверное устал повторять одну и ту же фразу что уходят настоящие художники но вот оказывается еще есть в этих рядах такие люди остались единицы тех кого называю я настоящими художниками анатолий иванович но про него и без меня многие скажут и все про его знают а я шел думал во первых думал буду ли я говорить что-то там на панихиде буду ли я говорить что-то на поминках нет конечно потому что я достаточно по отношению к тем людям которые присутствуют там и той величины который соответствует наш один из трех по моему академиков который был у нас в городе иркутске сегодня ты нету кажись да нету сегодня у нас академика то настоящего а если будет то будет какой-нибудь уже постмодернистский академик анатолий иванович был настоящим скажу все что думаю вот как поток сознания который у меня в голове есть по его поводу то и скажу потому что есть потребность сказать вообще о нем я узнал еще не будучи в иркутске по сути дела алексеев был единственный иркутский художник которого я знал когда еще жил в новосибирске просто-напросто у меня был такой альбомчик а а четвертого формата чуть больше где-то там еще до семидесятого года наверное издания да вот где был алексеев именно его по моему это был буклет и я когда приехал в иркутске а вдруг узнал что вот этот альбомчик который был у меня там куплен еще в новосибирске просто как художник я я собирал эти альбомы по советским русским художникам по классикам вот в ряду их у меня был этот это была книжица ягода приехал и вдруг обнаружил что вот вот он живой человек который у меня в детском альбоме можно сказать был через которого я тогда впервые узнал байкал узнал строителей сибири его вот эти вот эпохальные произведения но потом когда я вступил союз мы уже близко были знакомы и даже в какой-то мере мы соприкасались потому что я ну лет десять наверное если не больше можно так сказать заведовал ревизионной комиссии в союзе ну и то есть был ну как бы ближе к этим людям и поэтому мне всегда я всегда к нему обращался но не всегда изредка с какими-то советами ну безусловно опыт и мудрость и благожелательность и благорасположенность его была великая как художника я его знал только по тем произведениям которые видел на выставках галереи мощные настоящие произведения советского реализма сегодня это произносится почти с усмешкой а для меня искусство советского периода но вот именно настоящее да но было политизировано и вот эта мысль по поводу анатолий ивановича что уходят буквально последний я еще не знаю кто у нас еще остался я боюсь называть эти фамилии потому что но я невольно их буду приобщать к тем кто уходит но осталось еще наверно человека 4 по моему из того поколения которые были настоящие художники они я я знаете я сказала такую фразу очень просто он рисовать умел это был художник который был образован и умел писать картины умел рисовать сегодня не картины писать не рисовать я таких не знаю если сегодня кто-то занимается живописью или искусством или графикой то это какое-то другое искусство уже совсем вот она совсем не то которым занимался вот анатолий иванович алексеев и и же с ним то поколение я воспитан на коль на том поколении на и на их традициях хотя невольно вот являясь каким-то таким промежуточным звеном между вот алексеев бычков там смагин вычуджанин старший это очень близкие мне по духу художники по манере так вот про соцреализм да их искусство было политизировано и этих людей вот эти величины академиков наших профессоров там заслуженных художников народных наших местных иркутских вот еще был рогаль про них ходят такие как бы разговоры что они были слишком политизированы что кто-то из них входил там состав обкома партии коммунистической были они партийцами были они делали такую партийную карьеру в искусстве конечно не без этого да их искусство было идеологизировано да и дай бог сегодня когда все это потеряно то те упреки которые идут в сторону советских академиков скажем скажем так советских реалистов то они кажутся настолько смехотворными эти упреки по сравнению с тем что происходит сегодня дело в том что сменилось поколение вот что я самое главное хотел сказать вот анатолий иванович алексеев как бы мы не относились к советскому союзу к соцреализму к вот этому вот патриотизму к слову которое сегодня опорочено опоганина у нас у всех отобрали родину так вот он из тех у кого была родина у меня она тоже была и вот уходит это поколение поколение советских людей у которых была родина у которых было слово патриотизм то что сегодня опоганина то что сегодня сегодня эти слова звучат с насмешкой, в лучшем случае, если не с презрением, то есть уходит мое поколение, можно сказать. На смену им приходят другие. Так вот, это было художники, политизированные художники, они волей-неволей, вольно-невольно были политизированы. Да, БАМ, да, освоение Сибири, да, стройки Сибири, да, заря коммунизма, да, человек коммунистического будущего, вот этот вот созидатель, вот этот вот советская нация, вот это все было в работах тех людей, и они были мощные, они были красивые, эти люди, и их искусство было мощное, красивое и по-своему честное. Поэтому, когда кто-то пытается каким-то образом кинуть тень, то нет, эти люди становятся моими неприятелями. Что сегодня пришло на смену им? Вот я говорил, что, несмотря на все пересуды про Смагина, например, про его умение там, значит, быть на вершине политической жизни, скажем так, в то же время и коммерческих, это люди, которые знали, что такое союз художников, они знали о цели искусства, они знали мастерство, ремесло, и я всегда, я говорил с ними на одном языке. Когда у меня возникали какие-то проблемы, вот, будучи председателем ревизионной комиссии, по поводу каких-то так пониманий, правильно или неправильно, честно, нечестно, соответствует, не соответствует, уставу там или еще чему-то, то я всегда у них находил поддержку, вот у этих людей, у людей этого поколения. Семенов, Бычков, Анатолий Иванович Алексеев. Я ему звонил несколько раз за свою жизнь, у меня был его телефон, и я звонил и с ним, со Смагиным, я просто советовался по поводу каких-то вопросов, которые мне касались, будь то граффити в городе, например, мое отношение, я всегда позвонил, спросил, и мне подтверждает или по уставу, или по работе нашего союза. Несколько раз я разговаривал с Анатолием Ивановичем, он говорил, да, ты прав, ты прав, да. Я находил поддержку, короче говоря. Сегодня я уже не знаю тех людей, у которых я могу найти такую поддержку, и я вообще, у меня такое ощущение, что я чуть в одиночестве даже остался, потому что вот ушло то поколение художников, ну, назовем их политизированными, идеологизированными, да, советских художников, ушло, уходит поколение советских художников. Им на смену сегодня пришли, уже полностью пришли люди во власти, в том числе и в художественной власти, и в политической власти, и в административной власти. Уже люди, по сути дела, не советские. Может быть, у них остатки еще вот той советской родины остались, но они уже художники, если те были политизированными, то эти художники коммерциализированы. Вот, вот главная мысль, которую я, которая во мне крутится, в связи с сегодняшними событиями. Ушли художники политизированные, на их место пришли художники коммерциализированные. И вот Анатолий Иванович Алексеев был последним из магикан, кто не был, кто не продался за деньги. Да, нас можно было обвинить, их особенно, да, в том, что они работали на идею, но это было не продажное искусство. Вот в чем дело. Они получили свои звания и почести вполне заслуженно. Заслуженный художник СССР, например. Это человек, который перед Советским Союзом, перед страной заслужил это звание. Чем заслужили сегодняшние художники все свои почести, бонусы? Я не знаю. Сегодня, сегодня я вижу, люди ударились в продажность, в продажу, продажу, продажу. И продадут все, что угодно. Идеи не вижу. Вот в этих людях, которые ушли, и, можно сказать, Анатолий Иванович был их вершиной, с ними ушли люди некоммерческие. Никогда не смогу их заподозрить в продажности за деньги. И в этом большой-большой слом произошел. Пусть искусство советского реализма, пусть советские академики были идеализированы, но слово идея, оно полностью соответствует пониманию искусства. Искусство – это духовная сфера, это духовное «я». Она нематериализированная, нематериализуется, она не монетизируется. Да, эти люди, академики, они, да и я в какой-то мере, мы, они, я боюсь говорить, я все-таки не настолько к этому причислен, но они, они служили идеей. А служить идеей в искусстве – это нормально. Искусство – это духовность. Идеология и искусство – близнецы, братья и сестры. Они родственны. А вот искусство и коммерция – это две противоположности, это антагонисты. И вот художник политизированный, идеологизированный – это норма. А художник коммерциализированный, художник продажный – это патология. Сегодня на место вот этих людей, художников-политиков, условно говоря, художников-патриотов, в хорошем смысле, в моем понимании смысла, вот те, которые имели свою родину, и они ее прославляли, пришли. Вот я уже вижу, что тех не осталось, а сегодня только продажные. Хайп. Выставки, выставки, выставки. Неизвестно про что. Если там выставки были конкретно, с конкретной задачей, идейной, с идеей, была идея в их искусстве, то сегодня я не вижу идеи в искусстве наших сегодняшних художников. Более того, те, кто сегодня во власти – это коммерция. И при этом еще нужно признать, что коммерция – это очень-очень слабое, мягко выражаясь. Потому что профукали все, что можно. Все, что те люди строили, дачу набайкали, мастерские вот эти вот, которые у меня за спиной, поднимали авторитет художников. Сегодняшние коммерсанты при искусстве все это распродали, профукали и продолжают вот остатки, пользоваться остатками. Прощай, Анатолий Иванович. А еще я хочу рассказать интересную штуку. Я-то когда приехал, и мы с ним уже познакомились, так сказать, руки пожали, представились, и я ему сказал, а я прочитал его биографию, и вдруг нашел там интересный факт. В Харькове, где учился в Харьковском институте Анатолий Иванович Алексеев в свое время, сразу после войны, по-моему, да, или где-то в то время, как ни удивительно, он учился. У его преподавателя в Харькове был педагог-художник Беседин. Я ему указал на этот факт, но он, конечно, помнил. Мы так посмеялись по этому поводу, а потом еще обнаружилось, что сына его зовут Олег. Сегодня я с ним виделся. Мы с ним очень тепло пообщались с Олегом Алексеевым. Я не умею высказывать какие-то сочувствия, но в душе, конечно, у меня... Вот эта мистическая связь, она между нами, между мной и Анатолием Ивановичем была какая-то. Мистическая связь. Вот этот замкнутый круг. Он учился... Его педагогом, учителем был Беседин. Потом Беседин приехал в Иркутск к единственному художнику, которого он знал вне Иркутска, к Анатолию Ивановичу Алексееву. У того сын Олег. Все как-то так закручено, закручено, и как-то так это по-доброму было закручено, вот этот такой интересный круг. Прощай, Анатолий Иванович. Был добрейший и мудрейший человек. Мне надо учиться у него равновесию, которую он умел держать. Ну ладно, всего доброго. Сегодня 6 марта 2019 года. 2019 года. Портёр single e первого you 65 Arizona Terre Совм ud11 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...